Ты не с человеческими тропами, я говорю, что это, что это, куда мы приехали. Ну, очаровательно. Сладенькая или плесненькая? Ты знаешь, очень приятно. Добрый день, дорогие друзья. Добрый день на нашем канале каждый день. Добрый день, меня зовут Олег, снимает Лора. Всем привет. Мне очень нравится наше путешествие, потому что я лично не устаю долго от вас и не успеваю соскучиться. Мы только что уехали из Ярославля, прошло час с небольшим и мы уже в Костроме, в древнем, еще одном древнем русском городе. Начинается дождик, мы прибыли в Апарк-отель Александровский. Пойдемте заселяться. Ну, пойдемте. Здравствуйте. Здравствуйте. А у нас бронирование в вашем отеле. Здравствуйте. Наш номер. Номер большой. И шкаф. С вешалками. Очень низкий потолок. Слушайте, ну просто убиться можно. Олегу надо быть очень аккуратным. Очень низкий потолок. Слушайте-ка. Эту вот стеночку надо было вот так вот здесь обрезать, чтобы проход был здесь, а тут чем-то наоборот обустраивать. Кошмарно низкий потолок. Но есть чайник с чашками, можно будет попить чая. Есть холодильник пустой без мини-бара. Телевизор. Пригибаемся. Идем в ванную комнату. Ванная комната большая. Хорошая душевая кабина. Есть халаты, тапочки, полотенца. Все косметические средства. Здорово. Единственный минус этого номера. Очень низкие потолки. Буду ждать Олега, чтобы предупредить. Я думаю, ты будешь жить в коридоре. Вот здесь? Да, вот здесь. Почему? А попробуй пройди. Ага. Неожиданно. Либо мы будем обитать только в районе кровати. Ну, как-то да. Метраж большой, а получается места очень мало. Да, вообще-то. Ну, здесь, наверное, для человека с ростом метр шестьдесят достаточно комфортно. Спокойнее, это дискриминация. Это хорошо и для нас. Главное ночью не убиться, когда пойдешь в туалет. Да, можно случайно. Надо, наверное, свет там не выключаться. Да, да, да. Забыть, что мы уже в Костроме. Давай скорее есть кулич тихвинский. Давай, я подумал. Так, будем пробовать монастырский квас из Тихвина. Вот, все-все-все-все. Все, молодец. А пока он открывается, скажи про кулич. Расскажи про кулич. А что про него рассказывать? Как видите, был целый, осталось чуть меньше половины. Ну, тебе понравилось? Очень вкусный кулич. Очень вкусная выпечка в монастыре. Вкусная еда. Об этом смотрите в предыдущие выпуски. Вот прям душевно и от всего сердца люди готовят. У меня больше эпитетов нет. Это действительно вкусный, воздушный. Такой домашний кулич, для которого не пожалели продуктов, сил. Вложились всей душой. Мне очень понравилось. Ну, главное это душевно сделано, мне кажется. Сейчас попробую монастырский квас. Очень вкусно. Да, он только меру сладкий. Прям натуральный натуральный. Да, это натуральный. Очень вкусный. Это прям натуральный натуральный, без всяких. И цвет такой красивый. Угу. Прямо. Ну, с праздничком. С праздничком, да. Талантливый. Ничего не скажешь. Кострома поражает Лору своими архитектурными изысками, необычными решениями. Посмотри, а вот то здание. Где-то там. Скрытое каменное такое. Хотя вот этот каменный дом, конечно. Может, кто желает прикупить. Богатый дом, наверное, был в свое время. Изящный дом. Ну, прямо ай-яй-яй, как красиво, правда? Угу. Такие колонны. У двери видишь? Очень красивые. Темные двери. Очень красивые. Мы пришли на площадь. В народе она называется сковородка. Да. А сковородка еще потому, что у нее есть ручка. А ручка это здание пожарной колончи. Говорят, что самая красивая в России. Но выглядит действительно необычно очень. Я бы сказал. Я бы тоже подумала, что это какая-то церковь, что-то такое. Нет, хотя угадываются ворота пожарные. Ну, это понятно. Но вот так издалека я бы подумала, что это какая-то колокольня церковная. Ну, так, конечно. Подразрушено все. Ну, очаровательно. Тут вообще фильмы надо снимать. Если асфальт восстановить, да. Ну, может и не надо восстанавливать. Ну, как-то вот так. Ну, это совсем не отдельно. Конечно. Здорово. Прямо-прямо. Атмосферно-атмосферно. Я уж не знаю. Наверное, не так много мест таких вот сохранить. Декорации настоящие. Город торговли. Сплошные торговые ряды. А затейник-то наш. Я говорю, что будет традицией показывать памятники Ленина. Здесь Ленин настоящий затейник. Знаешь почему? Почему? У него одна рука в кармане. Второй он куда-то показывает. И говорит, если смотреть на него под разными углами, то он типа не совсем трезвый. Поэтому затейник. Побольше бы хотелось вот такого оформления атмосферного. Прямо в городе этого не хватает. Ну, может, мы это еще увидим. А так вообще это декорации для фильма. К Ленину мы не подойдем. Тут забор. Ну, подожди. Пойдем, не спустимся. Смотри, какой монументальный. Правда. Да. Посмотрите, сплошные торговые ряды. И вот до Волги вот эти вот помещения все застроены. И неужели здесь был сплошной лен и молочка? Ну, нет. Было много чего. Я думаю, что и кожа, и все на свете. А вообще Лора правду сказала, у нас складывается традиция. Первый день мы ходим какими-то нечеловеческими тропами. И говорю, что это, что это, куда мы приехали. А второй день, говорю, какой красивый город. Такой мы удивлены. Ну, да. Мы сами себе ставим такие задачи. Вообще интересно. Столько торговых рядов. Узнаете то здание впереди? Даже я узнаю. Старое, пристань. Ну, с чем она у тебя ассоциируется? Как с чем? Белогвардейцы. Какие белогвардейцы? Белогвардейцы. Не угадал меня. Ну, это, между прочим, наверное, один из моих самых любимых фильмов и произведений, если честно. Мастер и Маргарита. Нет, это первое. Второе, как раз таки, фильм «Беспреданница». Это та самая пристань, которую снимали в фильме. Интересно, здесь еще было бы, вот, пароход бы этот стоял. Ну, да. А вдруг, сейчас подходим, и там ласточка и песни играет. Мохнатый шмель на душистый хмель. Ну, так атмосферно, конечно, летом посидеть здесь, кофейку выпить или шампанского с красной икоркой. В чем шампанского? Водочку! Сюда они пошли и все. Красота. Это что у тебя? Спотыкач. Спотыкач. Ну, он как-то… О, пахнет хорошо. Как он на физик? Ну, вот, Кашни тот, который мы в Великом Новгороде пробовали. Это вкуснее. Ну, это потому что… Натуральные, как будто бы, да. Такие прям штофы красивые у вас. И он решил перепробовать все. Да. Сладенькое или кисненькое? Ты знаешь, очень приятно. Тебе прямо впечатлило это, да? Видишь? В атмосферу. В атмосферу. В атмосферу. Костромской Кремль находится на реставрации. Временно закрыт. Но это радует, потому что, конечно, все в таком, мягко говоря, упадническом состоянии. Вот тот самый Ленин под шофе. Не, ну он прогибел просто, мне кажется. А Ленин показывающий свою Египту. Красиво. Мы поднялись на смотровую площадку. И тут Волга во всей красе. Но лишь бы восстановили все, не бросили. Ансамбль торговых рядов и других зданий центральной части города. Масляные ряды. Все-таки здесь молочек продавалось в большей части. Конечно, конечно. Молочное. И вот мы пришли туда, откуда ушли. Ну, практически. Только с другой стороны. Ну, как-то ощущение, да, такой, немножечко разрушенности. Я промолчу пока. Подождем завтрашнего дня. На сегодня, да, у нас, как всегда, ощущение. Может быть, это случайно. Мы опять пошли не в пустую. Возможно, возможно. Но все равно такие красивые домики. Домики красивые. Вот это, например, зеленый в стиле модерн. Очень даже. Видишь, везде идет реновация пока еще. Но хорошо хоть идет. Ну, тоже Ильи. Пророка. В 20-м году должна была быть. Да, в 20-м году у них не получилось ничего сдать. Так что реновация, скорее, больше обозначается. Да, 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 да. Ух呼. Ух,! Ну как тебе ресторан? В целом ресторан мне понравился, я бы сказал, что интересно. Ну надо было остановиться просто на салате. Да, для нас слишком много по еде, мы взяли салаты, мы взяли попробовать, конечно надо было останавливаться на первой части, потому что вторая часть была очень сытная, я взял этого на Лима, вкусно ребят, вкусно, безусловно, намного сыра, мы этого не едим. В целом рекомендуем, интересно, атмосферно, вкусно, я не ожидал, если честно, что будет так интересно, я не знаю как Лора, Лора, что ты скажешь? Хорошо, Лоре понравилось, Лоре понравилось, Лоре довольно. Доброе утро дорогие друзья, доброе костромское утро, мы проснулись в отеле, проголодались, сейчас пойдем на завтрак. Мне кажется, на улице дождь. На улице дождь, но нас это не пугает совсем, потому что очень приятно. Ой, тут вообще, давай спускайся. Поэтому я тебе говорю, что нас будут узнавать по сгибу головы. Отель Александровский, Костроман, да, отель Александровский. Пойдем смотреть город Кострому. Пойдем смотреть город Кострому. Идем на рынок. Идем на рынок, покажем его вам. В этом доме жил Островский. А это Олег. Да. Замерзший. Олег не замерзший, а Олег воплотивший свою детскую мечту в жизнь. Я когда читал в детстве Козьму Пруткова, у него был такой афоризм. Проезжая город Кострому, заходите справа по одному. Я думал, что ж такое за волшебный город Кострома, в который надо именно справа еще и по одному заходить. Ну вот сейчас зайдем по одному. Еще и справа, да? Иди, иди. А это здание Гауптвахты. Ой, ветер. Погодка, конечно, сегодня шепчет. Гауптвахты такая парадная, да. На наказание, как на праздник. Клуб Садамаза. Накажите меня, накажите меня. Да, да, да. И парадная каланча. Красивенная. Что претендует на попадание в мирные наследия ЮНЕСКО. А-а-а. Так вот. Очень-очень. Вон он, монастырь. Дойдем потом? Да. Или сейчас пойдем. Как скажешь. Идем сейчас, а потом на рынок. Там что-то. Да. Нам удастся купить что-то, кроме жмыха. Ха-ха. И мы думали, что мы проедем по всей России. Накупим в каждом городе каких-то местных вкусностей, специальностей. А в итоге у нас пока только жмых. Из Ярославля. И какой-то фанфурик. Маленькая бутылочка, которую мы попробовали в Вологде. И все. Да. Вот и смеемся, что пригласим друзей и будем их кормить жмыхом. Друзья разносолы со всей России. Ну, мы еще только начали нашу поездку, поэтому я думаю, что все-таки будет много приятностей, вкусностей. Посмотрим. Смотрите, какой теремок. Ну, про него не скажешь, конечно. Он не низок, не высок. Да, уж это точно. Богатый терем. А это, наверное, конец 19 века, я думаю. Времена Александра II, когда вот... Сейчас, может быть, парадный один, прям по-питерски. Смотрите, какие ворота, какая въездная группа. Да, время никого не щадит. А тут какие-то инициалы СССР. О, красота. Женский монастырь. Какой женский монастырь? Женский. Богоявленска-Анастасьин монастырь. А здесь находится резиденция с ним в урочке. Так вот. Внутри храма снимать нельзя. Мы зашли, мы посмотрели. Там очень старая икона. 2000 лет. Святой Лука, вроде как. Да. То и Лука сказали, что написано. Да. Пошел. 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 Здесь мясные ряды. Весны. Не пойдем наверх? Нам бы сейчас... Колбасы, сыры, масло. Берем. Мед. Павильон номер один. Здравствуйте. 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 Ну, это же какое-то я же привозила. Казгас, вам сказать. Привет. Чувак, бумажки нету. Внутри нету что-то? А вот это что? Нет. Нет, это не то. Вот и все. Ну, давай пройдем. Два русских колбас. Тутаи. Наш праздничный стол к моему дню рождения становится богаче и богаче. Мы купили вот такой вот варенец. За 80 рублей. Не знаю. На рынке мы ничего не увидели такого интересного. Попробуем пойти на сырную биржу. Она есть рядышком, находится. Потому что, в принципе, никаких специалитетов мы не увидели. Ну, пойдем. Вот, наука. Это да. Или мы не вовремя пишем. Я не знаю. Какие-то рулеты копченые. Что-то такое. Что-то такое. Много. Костромская сырная биржа. Ребята, я этого вообще не понял. Народ стоит в огромной очереди, давится. Помещение не приспособлено. Те же самые сыры, что продаются на рынке. Это никакие не специальные, обычные заводские сыры. Да, мы приехали в Ипатийский монастырь. С того берега он выглядит очень красиво, величественно. Такое сооружение. Но, к сожалению, из-за погоды нам не удалось все заснять. То есть, а просто по территории пройтись? У нас ход платный. Ага. Ход платный. Что-то такое. Продолжение следует... Выходишь из монастыря, и сразу прямо напротив музей колбасы. Вышли мы из Ипатийского монастыря. Да, возможно, виновата погода, штормовый ветер. Но ощущение, конечно, не так, как от Тихвинского монастыря. Ну, не так, это как? Ну, здесь это больше похоже на какой-то туристический аттракцион. Какие-то торговые ряды. Ну, вот ощущение... Музей колбасы. Наверное, это нормально, но как-то не очень хорошо. Я надеялся ощутить вот эту силу царствования российского, да, что здесь Михаил Федорович узнал, здесь о том, что он будет царем и так далее. Ну, вот, в целом, да, большое сооружение, да, ну, как-то вот, не знаю, извиняюсь. Давайте спишемся на погоду. Спишемся на погоду, наверняка в другую погоду, великолепно. Скорее всего, зимой, если пройти по реке, подойти к нему, увидеть его мощь, будет совсем другое впечатление. Поэтому не будем критиковать, а еще раз будем восторгаться в прекрасном сооружении. Да. Здравствуйте. В доме можно садиться. Нам принесли закуску из ростков соя и соуса к супу острый и чесночный. Мне уже нравится. Имейте в виду порции супа по 500 грамм. Они очень большие, и нам так сказали, вы их попробуйте, может быть, вам будет достаточно. Поэтому будем смотреть. Порции действительно очень большие. И подают их очень быстро. Да. Это тоже важно. Ребята, это вкусно. Много мяса. Я не был в Вьетнаме, но мне кажется, там должно быть вкусно. Ну, может, когда-нибудь мы туда поедем. Приятного аппетита. Приятного аппетита. Нам принесли спринг-роллы, и хотя мы еще и только начали есть суп, они такие красивые, что я просто не могу не удержаться. Пробую. Их попробую. Попробую. Что там, руки? Вкусно? Очень вкусно. Нет, ребят, действительно, очень все вкусно. Слежим. Да нет, еда выглядит как еда. Пробуйте, товарищ Абжорки. Я уверен, что это очень вкусно. Это роллы в рисовой бумаге с манго и креветкой. Прям целое креветища. Креветища. Наверное, невкусно. Я рад бы сказать, что невкусно, но это не так. По результатам нашего обеда могу сказать, что во вьетнамской кухне маленький ханоль намного вкуснее, чем в этом модном ресторане с сыроваром. Хотя он был хорош, он был интересен. Да, но здесь намного вкуснее. Но здесь душевнее, наверное, сейчас. Можно было на самом деле остановиться только на одном сутрым. Да и нужно было, но так хотелось попробовать. Устроили опять праздник живота, но действительно очень вкусно. Невозможно было остановиться. Рекомендуем. В песне поется «Здорово, Кострома, здоровенько». А мы хотим сказать «Пока, Кострома, пока». Мы завершили наш небольшой увлекательный тур по этому городу. Получили немало всевозможных впечатлений и рассказали об этом вам. Спасибо, что остаетесь с нами, смотрите наш канал. Спасибо за ваши прекрасные комментарии. Сейчас мы едем в город Иваново. Ехать нам всего час сорок. И смотрите об этом следующее наше видео. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. И пусть каждый ваш день будет обязательно добрым. Пока.